Можете ли вы в двух словах охарактеризовать Владимира Путина? Если это неэтично, не отвечайте на этот вопрос. Я неплохо знаю ситуацию, в которой кандидатура Путина была выбрана в качестве преемника. И в тот момент эта кандидатура была вполне оправданной. Добросовестный, исполнительный. Верный. Верный, непубличный. Предсказуемый. Неплохо знает технологию управленческую. И его принадлежность к спецструктурам в тот момент не выглядела как доминирующий, то ли достоинство, то ли недостаток. Он просто никак это специально не проявлял. Значит, в то же время та интрига, когда выбор был между Сергеем Степашиным и Владимиром Путиным, она носила такой практический характер. И Степашин в ответственный момент проявил такую, я бы сказал, излишнюю задумчивость. Стал заигрывать с Примаковым, да? Излишнюю задумчивость. А Путин, вот ту самую надежность, которая в нем и привлекла внимание и сделала выбор в его пользу решающим. В дальнейшем мы можем в хорошем смысле приветствовать первые шаги Путина в президентстве. Это была хорошая, осмысленная и инновационная позиция главы государства со всеми правильными и очевидными базовыми ценностями, как внутри внутренней политики, так и во внешней. Что касается дальнейшей эволюции и сегодняшнего режима, то я не склонен это приписывать сугубо личным качествам Путина. Еще раз повторю, мы имеем дело с таким глубинным наследием советским, тоталитарно-имперским. И в какой-то момент Путин посчитал, что его миссия несложная, последовательная стратегия на обновление и менталитета российского большинства населения, и формирование нового поколения управленцев по вот этим критериям добросовестный, профессиональный, ответственный труд на благо страны. А как бы апелляция к желаемому большинством населениям ностальгическому прошлому. Отсюда волевое решение с гимном, отсюда переход, скажем, от принципов кадрового, конкурентного решения к близкому кругу сослуживцев и многие другие. И в любой другой ситуации понятные и простительные действия, но не в нашей, не в российской. И когда сегодня я говорю, что даже в этой ситуации надо помочь Путину, и помочь Путину и тем самым помочь стране, поскольку он находится в тупике, в тяжелом положении, разворот из которого не такой уже простой и однозначный. Мне говорят, а как же это можно так вообще утверждать? Значит, на твоем-то месте, там, мыслителя социального, там, демократа, либерала, как это можно авторитарному президенту, нам как бы помогать? Так именно потому и надо помогать, потому что ему реально трудно сейчас найти выход из этой ситуации, в которой он находится лично и вместе с ним вся страна.